В комментариях к посту омичи возмущаются, что жители города не предупреждают о выбросах заранее. Завтра опять узнаем, что сегодня гулять было нельзя. Специально даются опозданиям такую информацию. Зачем этот сбор статистики, если власть никак не реагирует? Недовольны жители Омска. Паблик «Аварийный Омск» попросила мечей назвать самые опасные пешеходные переходы города. Пост прокомментировали больше 200 человек. Причем каждый второй комментатор указал новый адрес. Большинство сошлись во мнении, что водителям нужно быть особенно внимательными на Красноярском тракте и улице 22 декабря. В комментариях отметили улицы Конева, Степанца, 21-ю Амурскую и подробную Фугенфирова. В общем, весь Омск подвел итог опроса один из подписчиков. Проще было спросить, какой не аварийный. Сошлись во мнении омичи. В омских больницах опять поборы, сообщает паблик «Омск.Лайф». Деньги собирают на чудесное исцеление. Забавные истории поделилась в соцсетях Амичка. Она рассказала, что в больнице номер 11 ее свекрови предложили чудодейственный массаж за 500 рублей. Мою свекровь в двух больницах признали безнадежно больной. А эта массажистка уверяет, что поставит ее на ноги. Это ли не дикость, высказалась автор поста. Самый легкий способ обогащаться на потерявших надежду больных, считают комментаторы. На безумного водителя пожаловались омичи в интернете. Во дворе дома на перелета 24 молодой человек на ладе 30 минут наматывал круги. При этом он открыл окна, включил музыку, пел и сигналил, написал автор публикации. Когда к водителю обратились местные жители, он ответил, что у него такое хорошее настроение. Все происходящее во дворе автор снял на видео и выложил в социальных сетях. Зная цены на Бенц, понятно, что с ним. Обсуждают омичи. Омского депутата Дмитрия Петренко обсмеял Ургант, а теперь высмеивают в интернете. Чиновник отметился предложением снабдить местных бездомных GPS-навигаторами. По мнению Петренко, это поможет выявлять стихийные свалки. Какой стартап постебался в эфире шоумен? А с другой стороны, может быть, Дмитрий Петренко, наоборот, вызвал технологический скачок в Омске? Можно же повесить на бездомных и GPS-трекер, и усилитель сигнала сотовой связи. А повесить на бездомного Wi-Fi-роутер, и весь город будет покрыт сетью. А, Митя? Да, и прибор работает, и человеку тепло. Это печальная реальность, и ничего с ней не поделаешь. Только смеяться остается. Защищают родной город Амичи. Радостную новость обсуждают зоозащитники. С нового года в России запретят контактные зоопарки. Законопроект уже подписал президент. Также в документе говорится, что с 1 января нельзя содержать диких животных дома, в кафе и ресторанах. Усыплять животных в приютах теперь можно будет только по причине неизлечимого заболевания. Если при проведении операции животному грозит непереносимая боль, необходимо применение обезболивающих препаратов. Продолжаем разбирать посты Амичей.